Всем привет! Вы на канале Аполло Геймса, это This is the Polis 2, декабрь 7. Роликов у нас снова нету. Ярброд не пришел на работу сегодня. Он у нас вообще когда-нибудь ходит на работу. Еще и устает где-то. Я перебрал с выпивкой, едва ли я смогу работать сегодня. Так, ну нормально. Пусть сами выбирают. У нас тут в принципе... Так, пенки на луна. Только с флешками. Остальные более-менее одеты. Ну, хотя бы с дубинками там. О, а это что такое? Мистер Нэш, я повариха в полицейском участке и самая счастливая женщина на свете. Я ведь только что вышла замуж. В Шарпфуде проходили съемки реалити-шоу. Вы не захотите это есть. И в ней участвовал известный сербский повар. С Мишленовской звездой. Мы случайно познакомились и поняли, что жить друг без друга не можем. Так что мы быстро сыграли свадьбу и теперь уезжаем в свадебное путешествие по Европе. Когда вернемся, не знаю. Но уверена, что мы отлично проведем время. Простите за небольшой беспорядок на кухне. Надеюсь, вы не заморите ребят голодом, пока я в отъезде. Нэш, тут ребята написали записочки с пожеланиями по еде. И лучше тебе все это учесть, если не хочешь, чтобы тебя сожрали живьем. Мы что, сейчас еще и готовить будем? А, да. Так, и как это работает? Суп, основное блюдо, десерт и напиток. Так, нифига себе вы тут. Минус 656. Как это работает? Крылышки бафала с печеными бобами. Неплохо вы тут едите. А что, что-нибудь подешевле? Не? Вон, хот-дог. Так, ну ладно. А, так, ну понятно. Это зависит от того, сколько у нас людей. А у меня очень много людей на смену ходит. Вот я и минус нашел. В том, что у меня очень много копов. Макароны. Крылышки. Нифига себе. Давайте вы, хотя бы там, хот-дог. Так, вот, минус 400. А, так, получается... 400. Вот у нас 1200. Это все на 1200. А нам нужно, типа, 800. Чтобы не брать со своего кармана? Я так понимаю это. Я так думаю, они еще и обидятся, типа, о, это не то, что мы, короче, там, заказали и так далее и тому подобное. Ну ладно, хотя бы так сделаем. Понятно. Вы вышли за пределы выделенного департаментом бюджета и потратили 272 доллара из своих денег. Тогда ты у нас идешь расследовать. Так, медсестру. Блин, по сути, это расследование уже нужно раскрыть. Интеллект. Вот Пенкина еще. Отправим. Недовольного пациента будет кадры разбирать. Так, и здесь у нас... А, сейчас откроем расследование. Ну да, надо, чтобы Спурлок хотя бы последнюю открыла. Последний кадр. Так, а здесь у нас бездомный владелец похоронного беру. Кто с интеллектом снова? Курасава? Ну, блин. Берч третий неплохо подходит. Он нам в тот раз вообще много раскрыл. Пусть, короче, бездомного раскрывает. Ладно. Начинаем наш день. Я, как отставной коп, всегда держу ухо востро, даже когда выпиваю. Так вот, вчера в баре уловил беседу ваших ребят о банде санитары леса. Мол, ускользнули подонки от правосудия. Вы еще хотите эту банду поймать или как? Так, если что, я готов поделиться кое-какой информацией, которая поможет вам снова сесть ему на хвост. Но не за бесплатно, конечно. Что за банда вообще? Какие санитары леса? Че, издеваетесь? Не, ну... Давай! Так, у нас снова расследование. Больница Розмари. Неизвестный украл компьютер, на котором хранилась информация о пациентах. Блин, у нас уже три расследования, получается, будет. Так. Берчи мы отправили, значит, вот Курасава у нас идет сюда. Хотя, блин, но такие... Когда сразу там только расследование появляется, лучше вообще прям с троечкой интеллект отправлять. Так, очевидцы сообщили, что на машину инкассаторов напал вооруженный грабитель. Это что у нас? Озеро Ермунгант. Мистер Нэш, я по уши в дерьме. У меня небольшой бизнес. Я держу прорубь, где можно достойно отдохнуть и взбодриться. И так вышло, что один из моих клиентов напился и утонул. Его тело где-то подо льдом бултыхается сейчас. Человек этот был авторитетный. Так что, если его труп всплывет весной, то его блатные кореша первым телом вспомнят обо мне и просто посадят на нож. Не разбираешь, что к чему. В общем, мне нужно достать этот чертов труп из проруби прямо сейчас и где-нибудь закопать. От деда мне остался старый водолазный костюм, который поможет отыскать утопленника. Отправьте мне своего самого шустрого копа. Пусть он спустится под воду и достанет труп. Если поможете, то я организую для вас и ваших подчиненных отдельную прорубь, где вы сможете взбодриться в любое время. Взбодриться. То есть, мы будем от усталости их. Тут лечить. Так, ну, кто у нас есть со скоростью? Ну, вот, как раз. Так, тут что у нас? Тут флешки нужны. 5.26, в прогрессе. А тут у нас там всякие молотые кофе. Школьник с отцовским арбалетом подстерег нелюбимого одноклассника после уроков и устроил на него охоту прямо на школьном дворе. Нифига себе там надо. Ну, давай, как-то, не знаю, вот так. Так, что ему точно надо? Кокаин, молотый кофе и паприка. Блин, кокаин, жалко, он пятеру стоит. 5.53, в прогрессе. Так, ну, у нас, получается, вообще нифига, да, нет? Ай, понятно. Вооруженное ограбление. Девушка с обрезом требует у аптекаря продать ей лекарства без рецепта. 1805? Вы что, издеваетесь? У меня вообще хватит. Ну, давай. Я надеюсь, у нас там кто-нибудь вернется уже. Грабитель в лыжной маске с охотничьим и ружьем держит на прицеле охранника, который складывает в мешок деньги из машины инкассаторов. Другой охранник лежит на земле с руками на затылке. Подкрасться к грабителю, выстрелить в грабителя и приказать сдаться. Так, ну, у нас, короче, грабитель один, да? Просто можно в него выстрелить и не париться. Он попал грабителю в шею, он быстро истек кровью. Что-то они очень сильно устали. Давай скорости мы еще прокачаем. Что-то прям очень быстро. Я не помню, сколько у них до этого было. Щуплый школьник в капюшоне и с арбалетом в руках целится в здоровенного пацана-сранцем, который со всех ног бежит в сторону младшеклассников. Эй, Рубин Гуд, бросай лук, а то капюшон нас задницей натянул. Подкрасться к школьнику, выстрелить школьника из тазера. Давай просто, чтобы никаких проблем не было. Чего? Покушение на убийство. Коб оглушил школьника с арбалетом, выстрелом из тазера. Он рефлекторно нажал на спуск арбалета. Как мы об этом не подумали? Я что-то уже просто такой, ну, типа, тазер, значит все. Типа, сто процентов. Стрела попала в шею младшеклассницы. Девочка умерла до приезда скорой. Это фигово. Так, у нас драка там. Мистер Нэш, этот водолазный костюм вонял какой-то тухлой рыбой. Так что я камнем ушел под воду. Быстренько разыскал труп и поднял его на поверхность. Я только не очень понял, почему тело забрал какой-то стрёмный мужик, а не ребята из Морлы. Вы получили виски. И две с половиной тысячи долларов. Ныряние в прорубь бодрит тело дух. Тело и дух. А также хорошо прочищает мозги. Как только коп окажется в ледяной воде, все его проблемы растворятся без следа. После погружения любой желающий может выпить стопку виски для согрева за счет организатора. А, да, то есть я взбодрю их, но они будут выпившими. Ну, нафиг мне такое, спрашивается. Так, там кто-нибудь вернется до драки уже? Да, вот вернулись. В лесу дерутся двое мужчин в странной одежде. 5.55, в прогрессе. Черт. Девушка в закрывающем лицо платке целится в аптекаре из обреза и одновременно протягивает ему деньги. Вот возьмите, у меня нет рецепта, но деньги-то есть. Подкрасться к девушке, спроси девушке, зачем ей нужно лекарство. Девушка, бросьте обрез. Иначе вам никакие порошки не помогут. Хм, подкрасться. Давай подкрадемся, что ли. Кок сумел незаметно подкрасться к девушке и обезвредить ее. Оказалось, что лекарство нужно было для ее годовалого сына, который сильно заболел. Девушка не смогла раздобыть рецепт лекарства потому, что единственный в городе врач, который мог выписать нужный рецепт, запил и ушел в лес. Плохо. Так. Помогательство. Что тут у нас? К хозяину лесопилки пришли трое парней с монтировками и требуют заплатить штраф за дерзкую вырубку лесного хозяйства. Сколько там нужно? 665? Ну, вроде кто-то должен. Так, а тут у нас что? Аноним сообщил о контрабанде героина в белом микроавтобусе без номеров, который только что заехал в город. Хм. Это может быть вообще ложный вызов, в принципе. Надо подумать. У нас... Кто вернется? Вот эти успевают вернуться же, да? 5.38, в прогрессе. Да. Ну, успели, так нормально. Ну, давай так. Так, мужчина с охотничьим ружьем зашел внутрь и отстреливает собак в клетках. Ох, что-то у нас сегодня жестко. Ага, не хватает немного. Так. По-другому и не придумать, да? Ну, да ладно. Так, что у нас тут драка? Оказалось, что мужчины не дрались, а спарринговали. Они увлекаются восточными единоборствами и занимаются только в кимоно и на свежем воздухе. А, ну, вот получается, да. Что у нас было ложным? В клетках полно мертвых собак. Другие надрываются от лая, рвутся наружу. Здоровый мужик в валенках перезаряжает ружье. Рабануть к мужику, открыть одну из клеток с собаками и выстрелить в мужика. У нас есть кто-нибудь? Ну, скорость двойка. Это, блин, опасно. Давай, все-таки выстрелим. Коп попал мужику в спину, и он умер, не приходя в сознание. Собаки тут же успокоились. Копы нашли антибиотики. Вы наверняка были в серьезных отношениях и знаете, что с этими бабами никакой жизни нет. Но и без них тоже нельзя, так ведь? Ну вот, я и женат уже 22 года. Каждый день страдал, но терпел. А тут супруга объявила, что хочет со мной развестись. Не я, а она, представляете? А кто мне в таком случае жрать будет готовить? Короче, развода я допустить не могу. И я даже знаю, что нужно сделать. Давайте вы ее на денек в кутузку заберете по какому-нибудь поводу липовому. Наркотики ей подбросьте, или еще что. Вам в полиции виднее. И пусть они сутки помурыжатся в камере. Она сутки помурыжится в камере. Подумает о жизни, а потом появлюсь я и залог за нее внесу. Это ведь ей точно мозги прочистит. Куда она уйдет от такого надежного мужика, как я? Я готов заплатить по сотне баксов за каждый час, которые она проведет вашему обезьяннике. По-моему, неплохая сделка. У вас же там бесплатно сидят. Блин, ну... Прям у него план, вот прям... Капкан. Такой... Да. Ну, мы получили 2400. Надеюсь, нам это никак не аукнется. Деньги нам нужны. Хозяин лесопилки с разбитой головой бежит от парней с монтировками в сторону патрульной машины. Достать большой нож, выстрелить в воздух. Вымогатели не испугались выстрела и продолжают преследовать хозяина лесопилки. Мужчина забежал за копа, выхватил у того револьвер и из кобуры прицелился в вымогателей. О, да. Вырвать револьвер из рук хозяина лесопилки? Приказать хозяину лесопилки отдать оружие копу? И пусть стреляет. Ну, давай вырвем. Коб вырвал револьвер из рук хозяина лесопилки. Но пока коп боролся с ним, сзади подбежали вымогатели и вырубили копа ударом монтировки. Потом они занялись хозяином лесопилки и проломили ему голову за дерзкий отказ сотрудничать. Ну, бывает, чё, кто знал, как бы. Там такие, ну, другие варианты такие себе были. Патрульная машина догнала белый микроавтобус без номеров. Теснить к обочине и разведка снайперам, блин. Каждый раз вообще не берем никуда снайпера. Включить сирену. Ну, давай теснить, как бы. Патрульная машина попыталась оттеснить микроавтобус к обочине. Микроавтобус сделал ответ на и маневр. В итоге оба автомобиля потеряли управление и заглохли в кювете. Из кабины выскочил мужчина с револьвером и начал обстреливать патрульную машину, снять преступника снайпером. Спрятаться под сиденьем, выстрелить преступника. Поп застрелил преступника, но и сам получил пулю в плечо. Блин, Ходжеса потеряли. В микроавтобусе обнаружена крупная партия героина. Ну, конечно, героин мы получили, но Ходжес... Ай... О! Арт Климзи был ранен и проведет два дня в больнице. Но если за этот срок он станет для тебя обузой, я могу облегчить твою ношу и позаботиться о нем за 100 долларов. Сегодня же. В смысле, я могу его убить? Я думал, мы того доктора, типа... Взяли, чтобы... Чтобы он нам лучше их лечил. Понятно. Ну, это то есть от таких избавляться, которые больше всего бесят и... Или я неправильно понимаю, типа, блин. Ну, ладно. Это не важно. Так, бездомного. Много он тут кадров раскрыл. Это мы видели? Катит тележку. Сбрасывает генератор из окна морга в тележку. Бросает кусок кирпича в окно морга. Тащит генератор в окно морга. Ну, ладно, тут еще кадры раскрывать. Пока что там ничего не понятно. Что тут у нас? Угу. Подходит к койке Майкла Сэндмана. И... Толкает Майкла Сэндмана в грудь и хватает подушку с его койки. И последнее. Тут у медсестры сидит на койке и орет во всю глотку. Так, подожди, ну... Может ли это быть медсестра? Медсестра подходит к кровати. Медсестра сидит на краешке койки и читает вслух. Бьет Майкла Сэндмана книжкой в лицо. Душит подушкой. И направляется в палату, где кричит Майкл Сэндман. И Майкл Сэндман сидит на койке и орет во всю глотку. Не, ну типа вот так. Направляется в палату, где кричит. Подходит к кровати. Сидит на краешке кровати, получается. Типа... И чё? И типа как это? Да это бред какой-то. Ну, либо я чего-то не понимаю. Ладно. Тут нужно недовольного пациента, ещё последний кадр раскрыть, а потом уже прочитать снова все улики и подумать. Всё-таки, кто же это сделал? Мистер Нэш, этот день настал. Я снял идеальное помещение для нашего видеосалона. Прямо в центре города, из-за смешные деньги. Всё готово для открытия. Теперь дело за вами. Вы раздобыли оборудование? Вот всё, что нужно. Да, я раздобыл. Угу. Старая церковь. Шарпут, место дремучее, и мне, гордому представителю католической церкви, приходится следить за активностью еретиков и жёстко пресекать её. Но мне тут попался крепкий орешек, и я никак не могу заставить его отречься от всех своих лжепророков. Я слышала, что ваши ребята умеют найти подход к разным упрямцам, поэтому прошу о помощи. Отправьте мне подходящего для этого дела копа. С собой ему ничего брать не нужно, он сможет воспользоваться моим инструментарием. А если мы спасём этого еретика, то двери моей церкви будут всегда открыты для бесед по душам с самыми отъявленными грешниками, которых вы сможете поймать. Что? Как это типа работает? Не, ну ладно, потом мы уже поймём, как это работает точно. Теперь нужно копа, который умеет найти подход к разным упрямцам. Это что у нас вообще? Переговоры? Да, я так понимаю. Ну типа, такие себе переговоры, когда он просто... Муродиана послать. Ну давай, Муродиана. Получится, не получится, не знаю. Хотя, блин... Может быть, Бельмонта всё-таки? Давай, Бельмонта. Чтоб уж наверняка... Так, расследование. Каматари Курасава опросил часть свидетелей и собрал базовую информацию о деле загадка похищенных данных. Ну, в принципе, неплохо. Тут три, тут один и четыре улики. Что тут вообще? Типа, неизвестный украл компьютер, на котором хранилась информация о пациентах. Подозреваемый владелец кабриолета и сотрудник больницы. Тоже потом это всё почитаем. Так. Мистер Нэш, я приехал в церковь, и эта сумасшедшая баба реально хочет, чтобы я какого-то пацана пытал. Короче, за последствия я не ручаюсь. Опа. Новый геймплей. Неплохо. Надень на грешника мою особую маску. Он полной грудью... Что? А-а-а. Это вот оно как, короче. Он полной грудью вдохнёт Святого Духа и выдохнет признание, уверена Одели Аризо. Так, клятва на Библии. Заставь лжеца положить руку на Святое Писание, и пусть внутри него поднимется пожар праведности. Пожар, который выжжет всё, кроме истины. Так, воля и здоровье у нас. Что я ещё могу здесь использовать? Так, врачевание ангельскими голосами. Влей в уши беззаконника мёд ангельских голосов, и из его уст тут же выплеснется Святая Правда. Ммм... Распев произносит Адели Аризо. Что ещё? Всё? Ну, вроде как всё. Ну, давай вот это попробуем, как бы. Особую маску. Ну, чё-то такое. Ну, давай вот так. Ну, и всё. У нас, получается, остаётся только клятва на Библии. Чё-то у нас не очень как-то получилось. Еретику нравится вкус кипящей крови. Я видел, как он облизывался, когда несколько капель упали на мою раскалённую Библию для грешников. Среди культистов Бовоса существует поверье, что стакан кипящей крови превращает плоские утехи в совокупление звёзд. Судя по внушительным ноздрям еретика, он вдыхал в себя немало порошка из коры геренцберского дуба. Я знаю, еретики верят, что так можно танцевать с лесными духами. Я застал еретика за прослушиванием сатанинской музыки и выяснил, что ему противен очищающий звук молитвы. Демоны извивались у него под кожей, словно черви в разлагающемся трупе. Ну что-то, походу мы его убили, да? Тебе не удалось вывести эту заблудшую душу из лабиринта лжи. Дьявол вырвал её из твоих рук и забрал прямиком в ад, констатирует Аделия Ризо. Ну, видимо, я что-то не так сделал. Это плохо. Нэш под пытками любой что угодно расскажет. Благо парень достаточно быстро сдался и сказал этой психопатке, что она хотела услышать. Но друзья у тебя, конечно, херовые. Есть такое. Что дальше с парнем будет, не знаю. Тётка сказала, что его ждёт справедливый суд. А тебе она просила передать, что на неё церковь открыта для висит с самыми отъявленными грешниками, которых ты сможешь поймать. То есть, ну, мы всё равно выполнили задание. Это странно. Мы же его типа убили. Бритвенные станки получили. Нифига себе там станков. Мне интересно, да... Какого декабря вообще игра длится? Так. Ну, чё-то маловато мы сегодня насобирали, ещё и потеряли неплохо. Оу. Сегодня картер нас обогнал даже. Офигеть. И он первый покупает... Блин, там картридж для тазера. От тазера. Блин. Чё? Он только шокер забрал? Ещё один шокер. И картридж, да? Ну, конечно. Ему повезло. МакПеррот. Плейнвью. И Спрингер. Ну, блин. Не думаю, что сейчас нам кто-то нужен. Так что заканчиваем день. Ну, по сути, так-то мы всё равно выигрываем его. Причём, ну, неплохо так. Так, завтрашняя смена. Не знаю, Эткинс брать или нет. Ладно, сейчас посмотрим, сколько у нас вообще копа будет. Рэндона тоже не надо брать. И Курасава тоже. Чё-то у меня много кто... ...вымотался. ...одиннадцать копов. Ну, придётся... ...с одиннадцатью копами. Всё это как-то решать. Кого, по сути, хотя бы ещё одного можно взять? Ну, Спурлок не пройдёт. Не знаю даже. Блин, ну давай Пенкина возьмём. Хотя бы на расследование. Пенкинс. 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 Ну, а что будет дальше, мы увидим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...